Экономические взгляды правительства крайне просты. Все, что движется, обложить налогами. Если оно и после этого движется, регламентировать. А если уже не движется, то надо субсидировать. А вообще падение ВВП России ускорилось. В мае оно составило 4,9%. Причина в сокращении промышленного производства и спаде инвестиционного и потребительского спроса. Промышленность в стране упала на 5,5%. Причем сектор обработки просел сразу на 8,3%. Потребительский спрос упал почти на 10%. Единственным драйвером роста остаются государственные инвестиции, но и в этом секторе намечается снижение расходов. Бюджет на ближайшие годы будет снижен на 10%. И несмотря на это, Министерство экономического развития России ожидает роста в четвертом квартале. Интересно, за счет чего? Дед Мороз пару заводов построит. Министерство промышленности и торговли отчиталось о результатах начавшейся 15 мая программе льготного автолизинга. Россияне приобрели в рамках программы более 4,5 тысяч автомобилей. При этом только за неделю с 15 по 21 июня лизинговые компании, участвующие в программе, заключили 985 договоров. Программа льготного автолизинга предусматривает возмещение 10% от стоимости автомобиля из федерального бюджета. Руководство Евросоюза всерьез задумалось о запрете селфи на фоне местных достопримечательностей. Авторы закона считают, что публикация фотографий достопримечательностей является прямым нарушением авторских прав. Из-за данной инициативы туристам, возможно, придется получать разрешение на съемку памятников, даже если они выступают в качестве фона. Однако данная инициатива должна коснуться не самих фотографий, а их публикаций в соцсетях. Для этого даже создадут фейсбук-полицию. Интересно, на чем сидят европейские депутаты? У кого спрашивать разрешение на фото возле Колизея? У императора Веспасиана, но он помер в 79 году нашей эры. После таких предложений наша депутатка Жевникова просто вверх благоразумия. Российский фондовый рынок открылся в минусе около нуля. Индекс ММВБ на отметке 1654 пункта. В аутсайдерах бумаги Полюс Золото, Русгидро, Префы Транснефти, Башнефти и обыкновенные акции Ростелекома. Среди лидеров роста акции Мечила, МТС, Новотека, ФСК ЕС и преды Татнефти. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. По-прежнему на мировые рынки оказывает давление ситуации вокруг Греции. Инвесторы ждут референдума в стране, который назначен на 5 июля и реагирует на новость о том, что Афины так и не произвели платеж по кредиту МВФ. Вчера на рынках Старого Света преобладали продажи. Торги на американском фондовом рынке завершились в зеленой зоне. Курс доллара на 1 июля 55,84 рубля. Курс евро 62,38 рубля. Золот стоит 2109 рублей за грамм. Серебро стоит 28,19 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent 62,75 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах и соблюдайте европейские авторские права.